упомянул теперь коротко и потом дальше пойдет по делу значит я продаю черенки я их режу девчонки пришли голодный так я немножко это ветка стоит 150 рублей с ее можно очень много почек взять если и использовать метод окулировки так вот а кто там пришел сейчас ребята подождите там холодильнике так простите свои дела и так черенки цена на черенки сбился на этом месте 150 рублей так ветка длиной до полуметра на ней если почками несколько десяток привод если по железу нижней части 2 3 но если абрикосы то может и 4 5 вот такой фрагмент взять на улучшенную полировку или чтобы делать эти привыкли врачи потому что я не одобряю привыку почки значит почему дорого вам кажется что дорого кто-то же за 170 рублей может вам привитый продать вот но то что есть у меня нет на всей планете так и я уничтожаю часть сада и так происходит вот значит уничтожаю часть деревьев не не целиком целиком у меня я вам покажу как я уничтожил черешню целиком но полностью одна только дерево остальные только так сказать страдает ветки допустим отрезал прирост последнего года и тут же смотришь весной середине лета мертвая уже прирост второго года а дальше живо ну хорошего мало в этом ну и потом риск огромный ведь никто не сказал что самая ледяная зима сам морозная была позади а не будет впереди так что вот что есть то есть но тем не менее у меня уже очередь с черенками создалась благодаря тому что людей мои по двое так теперь рассылка ноября-апрель весне ответственность заказчика потому что мне как говорят вы послите мне косточки вместе с саженцем и черенки поймите выкопает саженец сергеева в середине апреля черенки вы получите в этой же посылке выбросите они прошутся так раз а косточки просто поздно садить принцип один все делаем рано или очень так так другие страны пересылка попроси запрет но вот допустим я сейчас уже есть заказ в беларуси а я его разделил на две части косточки выслал ну как выслал сам заплатил человек хотел в одной сэкономить пересылка дорогая 500 600 700 рублей это только черенки это только косточки черенки больше дороже вот я взял на себя расходы на пересылку косточки ему отправил а теперь он просит то есть теперь он ждет когда черенки а черенки беларуси это почти говорят что у нас одно государство вот эти сказки слышали нет говорят пожалуйста такой резкой службы мс отправил но это было дорого тысячи две заплатят а он согласен а я вообще не обрадовал а у него мои подвои теперь у него это вот жена сидит на игле на моей я отправляла в мичуринск в прошлом году два килограмма взяли 1600 рублей зато отдали в руки человеку а так все таки это да курьерская да это нормально ну значит беларусь еще три дня еще больше у вас и у и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»